Последняя линия обороны так себя называют рентген-хирурги. Они спасают жизнь пациентам, которым обычные операции проводить нельзя. Большой операционный день, именно вот с такими вот редкими операциями, как транскатетерная имплантация артального клапана. В классическом варианте при таких пороках предлагается открытая операция с искусственным прообращением. Но есть категория пациентов по тяжести состояния, по возрасту, по каморбидному фону. Они просто не могут перенести открытую операцию, то есть они просто её не выдержат. Мы через сосуды можем провести без разрезов, без наркоза и, соответственно, восстановить функцию поражённого клапана. При данной патологии, если появляется уже симптоматика, признаки сердечной достаточности, шанса выжить у этих пациентов в течение двух лет просто нет. Благодаря этому, что нет наркоза, нет разрезов, нет тяжёлой вот этой травмы, естественно, пациенты восстанавливаются так, что они прямо в этот же день, те чисто теоретические, могут встать. Но тут нужно понимать, что эта технология, она всё-таки придумана для пациентов крайне тяжёлых, крайне высоким риском. Пороки самые разные. Бывают, естественно, эксклюзивные случаи. То есть вот один из случаев, который совершенно недавно произошёл, это ребёнок, получается, в пятимесячном возрасте в одном из центров нашей страны перенёс операцию. После этого почему-то пациент стал плохо восстанавливаться. То есть пациент находился на искусственной вентиляции лёгких и никак, так скажем, сам задышать не смог. Мы взяли его на операционный стол, через несколько дней был выписан домой в нормальном состоянии. Мы переживаем за каждого пациента, но мы переживаем больше за то, что нам нужно обязательно сделать. Потому что мы себя во многих вещах называем последней линией обороны, когда многие вещи, когда что-то не получается, будь то вот эти вот транскопаторные имплутации ортального клапана, у человека уже нет выбора, у врачей уже нет выбора. И когда мы без больших травм, опять же, пациенту избавляем, по сути, от какого-то порока, это, конечно, чудом можно назвать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова